Здравствуйте, друзья! Вы смотрите программу «Технологии для бизнеса». Сегодня для вас ее ведут Василий Богданов, это я, и Андрей Сокулев. Привет! Привет! И в гостях у нас Дмитрий Казачков, основатель и совладелец компании 1С Рарус. Добрый день! Привет, Дмитрий! Добрый день! С Дмитрием мы впервые встретились года, наверное, два, если не больше тому назад, тоже в одной из наших студий делали передачу. И сегодня поговорим про технологии для бизнеса. Но, смотрите, не в контексте таком прямолинейном, какие сейчас технологии в бизнесе востребованы, и что сейчас нужно, а зайдем другим путем. Смотрите, о чем хочу поговорить. Ожидается, ну или там уже происходит на рынке, я знаю, что Дмитрий не любит этих слов, грядущая битва титанов за малый и средний бизнес. Сверху есть крупные компании, которые поставляли и поставляют программное обеспечение и решения для мегакорпораций, типа SAP, что-то вот такое. Они спускаются на средний и малый бизнес. Снизу огромное поле 1С, которое тоже огромное преимущество, то, что оно везде, оно тоже поднимается наверх, где-то в середине они должны столкнуться в битве за малый и средний бизнес. Он ограничен. То есть, компаний, которые могут стать клиентами на такие программные решения, ну сколько их там? Ну 100 тысяч, допустим, компаний. Вот за них, может быть, десятки тысяч. Вот за них будет битва, хотя перед передачей Дмитрий говорил, что мы не бьемся. Смотрите, Дмитрий, вот первый вопрос, является ли то, что 1С стоит в 9 из 10 всех компаний как бухгалтерии преимуществом для вывода решений для бизнеса, для склада, для торговли, для производства, финансов и так далее. И вообще, что нужно на этом рынке? Вот как вы считаете, чтобы завоевать своего клиента, чтобы предложить ему решения и прочее? Мне кажется, что... С чем мы начнем? Ну я начну с вопроса по поводу того, что является ли преимуществом то, что 1С стоит в 9 из 10 российских компаний. На мой взгляд, конечно, является, поскольку такая широкая распространенность продукта является и следствием, и высокого доверия к бренду. По крайней мере, его знают. И это означает замечательно. Но уже очень-очень давно, вот буквально, ну уже первый раз это было 13 лет назад, или 14, когда фирма 1С сказала, что продукт, который мы пускаем, называется не 1С-бухгалтерия, а 1С-предприятие. И уже, ну на мой взгляд, конечно, я нахожусь внутри системы, вряд ли могу быть полностью объективен. Но, на мой взгляд, 1С уже очень давно не воспринимается, как только бухгалтерия. Есть сотни примеров, когда средние предприятия и десятки примеров, когда крупные предприятия с количеством рабочих мест свыше 500 есть. Посмотрите, на сайте фирмы 1С есть справочник самых крупных недвижений с указанием количества рабочих мест. Ну, я, кстати, да, я соглашусь, потому что я тоже все-таки немножко-то готовился, и даже к нам иногда приходят банкиры, и там пара человек мне сказала, «У нас, говорит, 1С стоит». И говорит, «Только ничего себе». «Да, да». Там в первой десятке меньше тысячи рабочих мест нет уже, по-моему. Ну, боюсь ошибиться, но цифры точно в районе тысячи. То есть, на мой взгляд, уже очень давно 1С не воспринимается, как система для автоматизации только бухгалтерии, а это комплексная информационная система, которую некоторые весьма-весьма крупные предприятия у себя с успехом используют. А есть ли проблема вот этого ограниченного некого, ну, ограничения как бы имиджа, что, ну, все-таки считается, что 1С – это для малого бизнеса? Или такая тоже, ну, она есть или она преодолена, или ее вообще нет? Я практически с этим сейчас не сталкиваюсь. Может быть, бывает такое, что, скажем, представительство западных корпораций или компаний, которыми активно владеют западные инвесторы, им более привычно видеть в качестве информационной системы бренд или поставщика, который им уже знаком. Но даже среди них очень многие, приходя на территорию России, когда они изучают вопрос, они понимают, да, нам придется иметь дело с 1С. Вот. И они убеждаются, там, просят показать, убеждаются, что эта рабочая система спрашивает у своих коллег, соотечественников, кто имеет опыт ведения бизнеса здесь и получают хорошие референсы. И это работает. Вот. Общеизвестно, что 1С является совершенно бесспорным лидером на рынке автоматизации небольших предприятий. Не может ли вот этот выход и стремление выйти на средний рынок сыграть злую ошибку, вот, ослабить позиции 1С на малом рынке, потому что все-таки функциональность, которая требуется там и там, она разная? Ну, так как, конечно, работать на нескольких рынках, это... Это другой, да, это другой рынок. Это несколько более сложный. Это разные маркетинги, разное производство, разные команды. Управленческая задача, да, для руководства, для руководства фирмы 1С и для партнеров, но на текущий момент эта задача решается и решается успешно, поскольку в целом доля 1С, она не снижается, она стабильная. Это порядка 90% на рынке автоматизации бухгалтерии. А что касается доли на среде автоматизации на рынке ERP, то есть регулярные исследования компании IDC, и они показывают, что с каждым годом доля компании 1С продолжает расти, и если 7 лет назад 1С еще не замечали, то сейчас это уже более 25%, насколько я помню. 25% – это очень прилично. Да, это прилично. А есть какой-то анализ, за счет чего вот эти 25% образуются? Они образуются за счет типовых решений, которые выпускает сама фирма 1С, или они образуются за счет партнерских решений, которые разрабатывают партнеры, в частности, компания 1С RARUS? Я думаю, что прежде всего, конечно, это типовые решения фирмы 1С, которые сейчас уже приобрели очень высокую степень зрелости и позволяют решать очень большое количество задач без каких-либо доработок. Без модификации. Без модификации с помощью настройки, с помощью обучения пользователей, которые понимают, как те или иные бизнес-задачи решаются стандартным средством. Степень зрелости последних выпускаемых типовых решений очень высокая. И многие IT-директора, многие специалисты со стороны наших клиентов, которые отвечают за методологию процесса внедрения, напротив, начинают разговор с нами о том, что мы хотим использовать типовые решения. И максимально, ну и практически это всегда возможно. Если необходима какая-то дополнительная функциональность, в большинстве случаев это можно решить, не затрагивая ядра типового решения, давая возможность клиенту пользоваться теми новыми наработками, которые дает 1С, выпуская новую версию соответствующего продукта. – А вот тогда я добавлю этот вопрос. Тут два даже под вопроса. Один из них – происходит ли это проникновение в малое, а затем в среднее, а может быть даже и в крупный бизнес естественным путем? Или для этого требуются какие-то отдельные управленческие решения, например, в том числе создание отдельных команд, отдельных предприятий, которые работают на средний бизнес? Или как? Вот если, например, там предприятие растет, и вы растете там вместе с ним, или как это происходит? – Ну, одним из важных принципов успеха фирмы 1С является соответствие уровня и сложности выпускаемых продуктов уровню партнерской сети, которая занимается их продвижением и внедрением их у клиентов. – Вы сами все делаете. Вы же должны… На всей территории страны у вас есть партнеры, которые должны уметь точно так же это все поставить, научить пользователя, да? – Да, и в данном случае я-то как раз являюсь руководителем партнерской организации. – У вас, в свою очередь, тоже там сотни партнеров. – Один из видов бизнеса, которым занимается компания 1С «Рарус», мы являемся дистрибьютором фирмы 1С, и на текущий момент более 1600 партнеров фирмы 1С осуществляют через нас закупки программного обеспечения, мы даем им также методическую поддержку. И этот бизнес, этот бизнес тоже у нас есть. Но в целом, если мы говорим о задаче, которая ставится перед фирмой 1С, перед системой 1С, когда мы говорим о выходе на средние и крупные предприятия, конечно, для того, чтобы выполнять сложные, более крупные проекты, партнер должен иметь несколько более высокую квалификацию. Для этой цели среди партнеров 1С выделена такая группа партнеров с компетенцией 1С консалтинг. – Вот, это как раз то самое место, где получается проблемная зона. Сейчас поговорим, как вы решаете. То есть, смотрите, типовое решение, огромное количество консультантов, вы вынуждены его упрощать и типизировать. А как раз-таки очень крупные решения, там индивидуальные большие настройки, там большой срок внедрения. И вот здесь получается, что ваше основное преимущество – это огромная сеть, огромное количество партнеров. И, если можно так выразиться, типичность решений, она не позволяет резко перейти на уровень сложных решений, где требуется индивидуальное обслуживание клиента. И вы тогда вводите институт партнеров. – Я понял, что институт партнеров сейчас не является однородным. Я правильно понял мысль, что есть партнеры более высококвалифицированные, которым разрешено больше, и есть партнеры менее квалифицированные, которым разрешено меньше. – Это смотрите, ребята, на самом деле мы сейчас на примере 1С Рарус разбираем некую бизнес-модель, как компания, которая доминирует на определенном рынке с простыми типовыми решениями, перейти на рынок индивидуальных решений. Это вообще говоря, нетривиальная задача, она в разных отраслях возникает время от времени, да? – Ну вот, если говорить о том, как эта задача решается фирмой 1С, во-первых, когда мы говорим о рынке более крупных предприятий, о рынке более крупных решений, то действительно вы правы, там с этим рынком для этого нет необходимости в услугах тысячи-тысяч партнеров. Но всем партнерам, вот в данном случае не приводится выделение каких-то отдельных партнеров, всем партнерам дается возможность приобрести необходимые компетенции. – А, учиться. – И далее фирма 1С предложит клиентам, потому что клиенты могут всегда выбрать. – И информация о компетенциях партнеров открыта. Есть информация о том, кто какие внедрения выполнен, есть информация о том, кто какое количество специалистов обладает, есть информация о том, у кого какое количество успешных, допустим, благодарственных писем от тех или иных клиентов. Вся эта информация открыта на сайте, и все партнеры фирмы 1С имеют возможность провести соответствующую работу. Это не внутренний рейтинг, это рейтинг, который доступен в интернете, на сайте фирмы 1С, он публичен. – Внутренний в том смысле, что он установлен правилами внутренними. – Вот, да, это ведь первая мысль, о которой хотелось сказать. Вторая, наверное, все-таки особенность этих партнеров прежде всего не в том, что они могут глубоко модифицировать продукт, а особенность партнеров, которые занимаются более крупным корпоративным сегментом, заключается в том, что они понимают проблематику этого сегмента. Сами продукты уже, как я говорил раньше, имеют достаточно высокую степень зрелости, и они закрывают довольно большое количество возможностей. – Понятно. Давайте тогда так. Вот тогда мы сейчас делаем вывод, что мы более-менее разобрались с вот этой схемой пути на этот рынок там, да. И мы сейчас тогда ненадолго остановимся, а после перерыва поговорим о том, а что, собственно, нужно среднему бизнесу, да, с точки зрения 1С Раруса, да, что там более всего востребовано и что лучше всего работает там, да. – С удовольствием. – Дорогие друзья, а сейчас рекламная пауза. – Здравствуйте, дорогие друзья, мы снова в программе «Технологии для бизнеса». В студии сегодня работает Василий Богданов, это я и Андрей Сокулев. Привет. – Привет. – И… – И с нами Дмитрий Казачков, основатель и совладелец компании 1С Рарус. – Да. – Добрый день. – Привет. – Здравствуйте. – Добрый день. Значит, только что в первой части программы мы поговорили о том, что, ну, как бы есть некий путь компании 1С и, в частности, там, 1С Рарус для того, чтобы от огромного покрытия, от бухгалтерии в каждом, чуть ли не в каждом офисе прийти к мощным системам для среднего бизнеса, да, может быть, даже где-то уже и для крупного, вот. Теперь вопрос другой, а что вообще нужно вот этому самому среднему бизнесу, да, ведь истории, ну, я не знаю, сейчас, честно скажу, сейчас их меньше, но буквально там, 5 лет назад, это были легендарные истории, как компании покупали за миллионы долларов IT-системы, внедряли, 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 терялись там, ломались эти карьеры на этом внедрении, терялись деньги, было все это такое, да. Вот, что сейчас происходит и в контексте функциональной потребности, и в контексте, вот, не знаю, как-то, ну, умения, что ли, простоты, я не знаю, что… – Ну, или масштабы, правильно. – Да, 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 да. – Что нужно среднему бизнесу? – Ну, мне кажется, сейчас в основном ожидания у пользователей сместили в сторону того, что уже наконец-то, после того, как эта индустрия развивается два десятка лет в России, уже будет готовое решение точно для их бизнеса. – Ну да, вы же как раз говорили, что степень зрелости это велика, да, в первой части, уже можно, уже на всех испытали, теперь давайте, я тоже готов поставить там предприятие или склад или что, да и надеюсь, что уже мне не придется быть кроликом. – Ну, это касается не только предприятия или склада, например, если мы скажем о телекомпании, то если ко мне придет финансовый директор телекомпании и директор телекомпании, он спросит у меня, Дмитрий, а где ваш продукт для автоматизации телекомпании, вот, и дальше, да, дальше нужно будет искать, ну, в ряде слабо… – Наиболее похожие… – Может быть, уже, может уже, для телекомпании, насколько я знаю, точно такого продукта нет, но… – Ну, потому что их не так много, да. – Да, ну, но точно совершенно можно говорить о практике автоматизации подобного рода предприятий, то, что можно использовать какие-то на работе… – Ну, найти какие-то в том, что, может быть, уже и сами предприятия, они тоже, как бы, стали более зрелыми, и процессы, которые на предприятиях, они более стандартизованы, что ли, да, поэтому типовые решения, да, которые выпускает 1С… – Выросли уже и там и бухгалтера, и менеджеры, которые умеют работать в системах, да? – Они уже привыкли так работать? – Мне кажется, что зрелость предприятия заключается скорее не в стандартизации бизнес-процессов, а в их наличии и определённости, при этом предприятия могут совершенно, ну, по-разному в целом для себя эти бизнес-процессы организовать. Хотя, если мы говорим о предприятии с чётко определённым видом деятельности, разумеется, там присутствует набор операций, которые есть у всех, если… Ну, встречается совершенно поразительная вещь, например, я попробую провести просто конкретный пример. Скажем, первый раз мы… ну, вот первые продукты для автоматизации автосалонов и автосервисов появились у нас 13 лет назад. Что тогда… ну, что из себя тогда представлял продукт? Он учитывал серийный номер автомобиля, серийные номера каких-то запчастей, основные операции и так далее. Что это представляет из себя сейчас? Полный комплекс для учёта взаимоотношений с клиентом, полный комплекс с графическим планированием загрузки, календарным, ремонтом мест тем или иными машинами, полный ряд специальных дополнительных настроек для взаимодействия с разными поставщиками подключения к базам данных тех или иных производителей, работа с… мы работаем в режиме нескольких валют и так далее. – То есть, если, например, 13 лет назад я лично мог описать клиенту, что делает этот продукт, то сейчас, после 13 лет развития, он покрывает практически всё мыслимое, что об этом бизнесе далеко не всегда знают профессионалы, которые там 5 лет проработали. – Потому что мы собираем эти вещи со всего рынка в несколько тысяч организаций. – Хорошая тема. Смотрите, мне тут тоже один товарищ сказал по поводу банков. Говорит, что банк розничный – это IT и маркетинг. То есть, ты берёшь готовые модули, где… банковский продукт совершенно типичен в своей сути – это карта расчётная, кредит, депозит, что-то ещё. А вот к маркетинговой примочке уже, какие конкретно будут ставки, вклады, как это продать, ты соединяешь готовые модуль этот и творчество в маркетинге, вот пожалуйста. То есть, по большому счёту, сегодня уже IT-система становится в какой-то мере уже сама неким помощником таким, да? Она сама втягивает предприятие в определённый процесс? Оно просто предлагает ему делать те вещи, которые может быть ещё предприятие не успело у себя построить, руки не дошли, например. А когда у него есть готовый инструмент, они могут попробовать подстроиться, добавить бизнес-процесс уже. А не происходит ли при этом такое распространение единообразия в бизнес-процессах, которые являются угрозой конкуренции, в свою очередь? Вот как в своё время один товарищ придумал термин «бройлерные менеджеры». Ну вот, если всех менеджеров выучили в одних и тех же бизнес-школах по одинаковым бизнес-кейсам, то придя на предприятие, они все совершенно одинаковые решения принимают и всё там, да? Нет? Ну, я бы, может быть, не преувеличивал настолько влияние бизнес-школы на своих выпускников. Да. То есть знания они, может быть, дают одни и те же, а вот действия люди принимают, мне кажется, разные. Вот. Да нет, мне кажется, вот как бизнес-школа, они дают набор, большая часть бизнес-школ, у них есть некий набор стандартных знаний, которые нужно давать своим слушателям. Точно так же и в нашем бизнесе, для отдельно взятой отрасли, для конкретного типа предприятий. Есть набор бизнес-процессов, которые там есть всё равно. Но в таких базовых степени проработки этой базовости, она может быть вплоть до очень глубокой, примеры я приводил, но всё равно, а дальше предприятие начинает использовать какие-то свои, ну, какие-то свои находки, какие-то свои, вот может быть, то, что уже вы говорите, это больше относится даже и к маркетингу. Есть вещи, которые не стандартизованы. Как предприятие решает логистический вопрос, если предприятие территориально распределено, для какого рынка оно работает. Работает оно только с частными клиентами, с государственными клиентами. Нюансов. Как оно быстро... Совершенствование может быть бесконечным. Ещё нюанс. Вот вы говорили про 13-летнее развитие одного из своих продуктов для автосалонов, да, это означает, что 13 лет наращивался, наращивался, наращивался функциональность в частности у этого продукта. Где-то наращивать, где-то делать более удобным. Ну, где-то среда. Вот, соответственно, возникает вопрос. Вот это вот 13 лет написанной функциональности, огромной, соответственно, возрастает, видимо, и обучение, да. Или наоборот. Вот, кстати... Я беру вот пример, да, мобильный телефон. Мы его покупаем и без чтения инструкции начинаем пользоваться. Почему? Потому что интуитивно понятно. Есть ли такой ход вот в ваших продуктах? Ведь надо же в сложных продуктах, надо ещё людей обучать, ими пользоваться. А будет ли такое, что я зашёл там в социальную сеть, сам научился без инструкции или нет? Работать так же в складе, в производстве, в маркетинге, в Сейрейме? Мне кажется, что повышение юзабилити сейчас это, ну, такой общий большой тренд во всех... Возвательской удобности. Практически, извините, повышение удобства для пользователей, удобства использования того или иного продукта, это общий тренд сейчас практически всех индустрий, и, конечно, он очень плотно касается индустрии IT, индустрии веб-сервисов, индустрии программных продуктов. И над этим очень плотно работает фирма 1С... То есть вы осознанно прямо стремитесь к тому, чтобы сделать максимально вот таким интуитивно понятным, интерфейсом? Мы осознанно к этому стремимся. Фирма 1С осознанно уделяет этому огромное внимание по двум таким большим направлениям, по которым идет развитие. Во-первых, это развитие технологической платформы, на которой создаются все продукты 1С, поскольку сама платформа предоставляет уже огромное количество возможностей, функциональностей, как раз не той, которая ее расширяет, а той, которая делает для пользователя интуитивно удобным ввод данных, выбор следующего действия, выбор наиболее вероятного действия. И это уже делается на уровне самой платформы. Так и в самих прикладных решениях. Практически во всех типовых решениях фирмы 1С сейчас есть мастера, которые показывают, как это можно сделать. То есть открывается продукт, вот это, вот раз, два, три. И это делает освоение продукта гораздо более удобным и снижает количество ошибок, ускоряет возможность выполнения тех или иных операций, которые делают. А вот тогда, с вашей точки зрения, где здесь основное поле битвы? Оно в углублении функционала, каких-то дополнительных примочках? Ну, потому что, правда, из того, что вы говорите, да, если там 15 лет или 10 лет работать над IT-системой автосалона, ну да, она уже просто вот в конце концов охватила все до последней гайки, до последнего звонка клиенту и прочее. А вот еще более углублять ее или делать ее, наоборот, проще, чтобы любой новый сотрудник автосалона пришел, сел, открыл свой домашний ноутбук, включился, и там, введя один раз имя клиента в почте, оно уже все пошло, пошло, пошло по всем. Есть разные мнения относительно по этому вопросу, но мне кажется, что я бы не противопоставлял упрощению использования продукта для пользователя и его функционалу. Ведь если мы посмотрим возможности последних смартфонов, это очень мощное вычислительное устройство. И тот набор функциональности, которым они работают, он колоссален. Вопрос только в том, что этой функциональности удобно пользоваться. Поэтому мы не замечаем этой сложности, мы делаем то, что естественно для нас. Мне кажется, поэтому главный тренд сейчас это не упрощение, а прежде всего, не снижение функциональности, а прежде всего большие, когда тратится очень значимый счет на то, чтобы эта функциональность была легко доступна, на то, чтобы ей было очень удобно пользоваться. Тогда у меня последний вопрос. Значит, по поводу стоимости пользования IT-системой. Да, опять же, вернусь к тому, с чего начинал. Самая маленькая система 1С, коробочная, стоит несколько тысяч рублей, на другом полюсе огромная система стоимостью миллионов, даже десятки миллионов долларов. Вот в малом и среднем бизнесе. Как можно оценить сегодня инвестиции, стоимость владения, пользования? К чему это все идет? Короткий ответ, если можно. Короткий, коротко. Ну, коротко, мне мало информации. Дайте больше информации, пожалуйста. Вот, то есть, ну, вот с такой степенью определенность мне сложно отвечать. Есть вещи, которые определены. Есть и определена стоимость программных продуктов, и действительно у 1С программные продукты, в общем, более-менее доступны по цене. Есть стоимость поддержки, она также, ну, информационно-технологическое сопровождение, она также, в общем, вполне доступна. А дальше… А знаете что? А давайте тогда вот на этом и закончим. Вот есть ключевое слово, да, она доступна. У каждого бизнеса понятие доступности свое, да, если крупная корпорация покупает за миллионы долларов, ей это доступно, нужно, необходимо, да, и востребовано в бизнесе, да, кому доступно за тысячу рублей, покупать за тысячу, ну, и пусть это будет ответом, да? Тогда осталось только вот ваше пожелание телезрителям, и все. Мои пожелания телезрителям, чтобы те программные продукты, которые они приобретали, действительно помогали им в… Ну, я предполагаю, что нас слушают те телезрители, которые работают в бизнесе, действительно помогали их бизнесу, делали этот бизнес более эффективным. А их работу более веселой, эффективной, чтобы эта работа подносила им удовольствие. Спасибо. Дорогие друзья, в гостях у нас был Дмитрий Казачков, компания «Динстрарус», а программу ввели Василий Богданов и Андрей Сыкулев. До свидания. До свидания. Всего доброго.